привет привет с вами лилия донскова спасибо что заглянули на мой канал и это рубрика остров сокровищ сегодня я вам покажу свои любимые помады не все помады которые у меня есть от oriflame а других у меня в принципе нет и я только сейчас посчитала здесь оказалось 33 помады конечно может какая-то помада лежит в сумочке я не все собрала но по крайней мере сейчас я вам покажу какие помады мне нравятся какие не нравятся или не подходит и расскажу для каких случаев жизни какие помады я использую давайте начнем серии которые даже я и не пользуюсь мне кажется эта помада и про нее забыла сейчас нашла этой помады серии giordani gold у нее такой красивый квадратный футляр прозрачный и очень жаль что эту помаду сняли с производства она просто бесподобно крутая у меня остался маленький хвостик от этой помады такой розовый оттенок приятный по качеству она великолепная лежит на губах и уже конечно таких нет поэтому долго на не останавливаться не буду у меня есть две помады из серии энергоблеск это старая коллекция две помады и обе светлые одна прям светлая по моему было как шампанское название 1 клевер так буду показывать вам их рядышком так на ладошке думаю будет видно хорошо какие они блестючие эти помады это нереально особенно летом когда лицо загорелая наносишь тонкий слой буквально можно толстый слой как вам больше нравится и все губы как будто бы в бриллиантах особенно вот на солнце глаз оторвать просто невозможно это настолько красиво и я пробовала новые помады которые вышли сейчас серии энергоблеск они мне кажется еще круче поэтому смело их заказывайте так пахнут вкусно у них такой бодрый бодрый арбузный какой-то аромат кто-то говорит пахнет огурцом у меня ассоциации с арбузом более такой что там вкусно у меня есть вот такой блеск тоже в тюбике обалденный блеск он с удобной кисточкой у нее такой мягкий мягкий наконечник то и скользит по губам очень легко нежно я им пользуюсь обычно когда вот меня особо некогда красить губы и не к чему просто провожу тонкий слой можно даже без зеркала и я знаю что губки просто не будут обветриваться они будут увлажненные будут немножечко блестеть но а цвет абсолютно нейтральный то есть его практически не видно просто блеск кайфую от этого тоже есть несколько помад несколько помад вот таких в таком дизайне эта серия зван жидкая помада жидкая лаковая помада в основном помада мусс мне вот из прошлой серии не понравилось а эти помады просто изумительны кстати нет было много но после одного мероприятия у меня три помады сделали ноги и ушли вот осталась одна из любименьких я бы хочу показать как она ложится вот смотрите она прям лаковая вся сияет и этой помады можно пользоваться без контура она чудесно покрасить давно ей не доставала чудесно лежит на губах без контуры без специальной подготовки просто жжж и такие губы от от них тоже невозможно оторвать глаз потому что вот она вся льется переливается хотя в ней нет блесток вообще просто она такая вот я не знаю как будто слюнявые такие губки но мне не очень нравятся эти слова но реально подходит под это описание просто невероятно а эти два цвета у меня лежат бестолкового может быть кому-нибудь надо отдать но даже не знаю кто может пользоваться такими цветами вот этот мне очень нравился когда я была брюнетка сейчас он не просто противопоказан и этим цветом я тоже пользовалась когда была брюнеткой то есть темные такие эффектные губы было очень красиво сейчас не очень нравится хотя неплохо а вот матовые вот эти помады мусс из их 8 оттенков шоколадные мне они очень нравятся просто вот бомба еще сам покажу ту которая потемнее она будет эффектнее смотреться на руке вот так вот тут полосочку проведу я сначала наносим она блестит потом она высыхает полностью становятся губы матовые но ей не могу пользоваться очень часто несколько дней подряд я например не пользуюсь день два-три этом хочется какую-то увлажняющую помаду ее кстати также можно носить на праймер для губ и тоже тогда лучше комфортнее но она не сушит губы по крайней мере мне на губы вообще не слушать мне очень комфортно прикольно мне нравится как выглядит губы такой матовый тон красивая и то и другое пользуюсь удовольствием особенно которая посветлее и пользуюсь намного чаще но опять же повторяю иногда хочется чередовать с увлажняющими помадами потом есть у меня коллекции помад которые у нас ушли их можно купить только где-нибудь в распродаже это старая серия the one ну как старая буквально еще конец прошлого года она у нас была в каталогах есть несколько оттенков например такой вот апельсиновый обалденно крутой цвет у меня есть вот такой красно-бордовый какой-то оттенок такие вечерние тона чувствуется знаете что это не совсем на день кстати такой цвет розовый где-нибудь попробую как он круто смотрится кстати с любым цветом волос и подходит и брюнеткам и блондинкам невероятно мягкие крутые помады не знаю почему их заменили я новую помаду себе не брала она сейчас в черной упаковке вот такой нейтральный цвет на каждый день чуть-чуть осталось но эти помады мне нравились безумно мне только не нравится их упаковка она слишком простая и опять же я сравниваю всегда с джордане и всегда хочется взять в руки какой-то необыкновенный футляр что просто уже берешь руки а здесь вау нет потому что слишком просто но начинка у помады просто бесподобная вот супер никаких нареканий и ложится классно и увлажняет и питает и плотная помада и невесомая в то же время то есть у нее есть вот все качества которые мне нравятся в помаду дальше а это может быть не помада но я использую как помада это стик от серии джордане кстати новинка почему его взяла потому что мне очень нравится им красить губы необыкновенный цвет он весь такой сейчас вам тут нарисую побольше смотрите как он весь переливается там золотые блестки такие просто необыкновенный цветом персиковое золото я крашу сразу веки губы и румяна и получать такой задорный летний макияж яркие яркие реснички и все просто бомба так покажу еще три помады серия опять же это зван упаковка опять же никакая но начинка просто вау у меня три оттенка вот этим я практически не пользуюсь это хрустальный какой-то лед или что-то такое то есть светленький светленький оттенок его так просто на каждый день ну совсем ледненький и очень перламутровый раньше пользовалась когда была брюнетка сейчас уже просто лежит но зато вот этот бежевый у меня сейчас просто он любимый любимый тут буду красить любимые вот такое он просто необыкновенный цвет это самый первый тон по моему бежевый потом идет восхитительная роза все он не окончился уже только кисточкой можно достать обязательно продублирую чуть-чуть попозже когда хотя бы помада немножечко закончится потому что 33 помады и многие из них вы сейчас увидите практически новые вот восхитительная роза по сравнению с бежевой она по насыщенней у нее уже более такой глубокий цвет и с контуром она просто невероятно крутая мне кстати подружка заказала такую бежевую помаду и контур мой любимый теплая корица где он у меня здесь и контуры тоже зла да вот теплая корица серии the one накрасила губы и и все значит спрашивает что губы губы накачала ты что сделал татуаж губ хотя она просто набила контуром слегка и накрасила губы она такая горда и счастливая и красивая нереально просто круто смотрится эта помада на губах она жгуче черная прям брюнетка так еще у меня есть три помады тоже серии the one вот такой упаковки кстати со временем упаковка покоцалась и стала такая страшненькая вот особенно видно на свет к сожалению но серебро в нижняя часть выглядит шикарно то есть нет царапок нет сколов никаких потертостей это радует а колпачок может быть просто его нужно протереть да может быть там как-то ватными палочками и он будет ну да ну колпачок все равно пластик он покоцался немножко но тем не менее помада просто огонь сейчас покажу ту который теперь уже не пользуюсь это вот этот бомбический цвет кстати он в помаде смотрится темный темный а на губах у него просто такой красивый сиреневый потом то есть она не слишком темная то есть если вы ждете что это будет просто вот как это например помада жесть жесть вот она видите то здесь очень приятный сиреневый потом и он так богато вылезть на губах хотя да это тоже кому-то очень нравится и люди сейчас девочки любят такие ух помады хотя мне кажется все таки это уже мода немножко отступает зато вот мой любимый цвет и она у меня сейчас на губах без контура просто бюджет быстренько перед видео прям вот легким движением руки насколько я люблю эту помаду она потрясающая и тоже смотрите когда смотришь помаду цвет может быть быть немного ярче или темнее на губах он будет чуть-чуть другой и на каждой девушке женщине будет смотреться по-разному почему цвет кожи разный цвет губ разный да то что а в чем мы одеты все это как-то сочетается и может быть на ком-то это помада будет смотреться да из-за контрастности не яркая а на ком-то очень ярко и есть еще один цвет которым очень-очень редко пользуюсь она такая прям темненькая если вам кота и скажу 62 на конце 351 62 вот она темненькая поэтому я и не очень часто она прям обязывает наряд прическу макияж такой четкий и вообще просто необыкновенной красоты по качеству помада просто мнака лежит легко на губах один слой сразу плотное покрытие дает и держится хорошо не растекается ну вот супер мнашка сейчас скажу код вот мои любимые помады может быть вам тоже понравится который меня на губах 351 59 это она по моему земляника или что такое вы посмотрите название так далее здесь уже пошли помад джиордане мне интересно сколько меня их штук 5 5 13 помад джиордане может быть это даже не все вот эта серия обратите внимание у нее ободок такой как браслетиком идет она самая мягкая самая мягкая у меня тоже несколько оттенков из этой серии сейчас покажу вам их отдельно прям три по моему три или четыре четыре по четыре потому что очень очень нравится а это из другой серии сейчас покажу какие цвета красный есть розовый нейтральный 2 такой вот светло-светло-бежевый вот это не очень нравится цвет но он практически на губах не заметен то есть это как вот просто чуть-чуть усилить натуральный цвет губы если не хочется акцент на губы делать то вот эта помада ее код 31376 она прям такая мягенькая вот практически прозрачная такая карамелька самый божественный цвет который я люблю больше всего и зимой практически только и мы пользуюсь это 227 48 завис какой натуральный такой розовый сиреневый он нейтральный цвет можно разные контуры брать коричневый можно брать контур и розовый или темно-розовый и будет всегда разная помада она подстраивается под контуры и такая получать а вот это сама нежность и вот из всех помад джордани мне кажется эта серия самая-самая мягкая увлажняющая ухаживающая поближе под нашу руку не знаю видно не видно так ведь сколько уже оттенков вот она для меня самая прям необыкновенная и красный конечно же красный цвет но он тоже не яркий смотрите она прозрачность видите он не такой вот кричащий как например вот цвет я вам показывала из ивановской помады такой спокойный красивый губы сексуальные хочется их мне кажется целовать такие губы потому что ну это просто очень круто так еще несколько оттенков но тут трудно разобраться колпачки путаю видите они по колпачкам есть колпачки широкой резьбой и с мелкой но я все время путаю поэтому буду просто открывать одно за другой и показывать что внутри так это серия металлик таких у меня три помады она очень сухая ей невозможно пользоваться регулярно и за дня в день то есть хочется чередовать так где буду показывать вот здесь видите металлик бесподобной красоты очень плотная такая сухая помада с металлическим необыкновенным вот этим переливом сейчас будут найти все подряд сейчас попробую так вот нет не вот у меня кстати есть помада которая немножко по тону как бы похожи друг с другом но они все равно разные абсолютно разные так вот металлик у меня золотистая вот тут ее нанесу золотистую очень крутая помада настолько богатые губы с этим металликом не передать просто никакими словами и так это я показала подождите подождите-ка я перепутала да я перепутала сейчас секунду тут немножко не ослепить это не металлик была помада это просто помада из серии Giordani Gold ее код 30458 то есть она тоже как бронза бронзовая а металлик вот она светлее я просто еще наношу думаю что она как мягко идет потому что металлик она видите она прям сухо она сухо ложится по сравнению с этой вот даже по ощущениям уже сразу понимаешь что это подвох и розовая розовая тоже металлик и несмотря на то что они сухие они мне очень нравятся потому что я никогда таких помад не видела в Reflame такого не было чтобы были такие вот эффектные крутые помады так еще осталась у нее такая нежная розовая настолько красивый цвет 322 64 вот тут ее нанесу самый красивый розовый летний оттенок мягкий крутой просто нереально видите она практически кончилась значит она мне очень нравится вот есть у нее такая вот помада которой я уже теперь не могу пользоваться она мне не очень подходит темная темная слива ну иногда знаете с черной одеждой скорее всего и со строгой такой прической я ее все таки буду красить потому что мне она нравится такой строгий макияж сделать акцент на губы и вот еще одна розовая код 304 49 304 49 вот тут ее нанесу тоже мягкая и очень красивая вот они видите розовые но они все равно все разные и все по-разному смотрятся на губах и осталась завершающая помада одна из моих любимых просто это матовая помада Giordani 32 317 она необыкновенная вот тут нанесу видите какой цвет это самый крутой нюдовый оттенок при этом матовая необыкновенная не сушит губы лежит шикарно очень стойкая хотя не заявлено что она стойкая просто матовая и в этой серии всего несколько оттенков и мне кажется они все чудесные но я запала на этот цвет бежевый какой-то цвет я чайная роза вот он по-моему называется чайная роза я от него просто без ума одна из самых популярных кончится сразу новую куплю то есть вы видите да у меня разнообразный вкус еще одна осталась помада вот забыла показать это помада новинка помада она появилась у нас не так давно мне кажется конец прошлого осень наверное осенью в прошлом году она у нас появилась видите у нее очень красивый вот этот браслет помада выглядит очень дорого это золотой королевский янтарь по-моему по-моему королевский янтарь название по коду найдете 333 91 какой это цвет где бы вам показать вот тут смотрите а это это ни с чем не сравнимая помада она лежит на губах идеально вот просто идеально и вот на нее смотришь и сразу понимаешь что это дорого, круто, качественно а когда достаешь такой футляр просто из косметички есть разница согласитесь вот такое брать помаду или такую конечно вот у меня прям претензия к этой упаковке я считаю что лучше пусть будет чуть-чуть подороже даже в пределах 100 рублей разница это не очень ощущается с тем кайфом когда вы достаете такой вот футляр и просто все сразу взгляды такие вау с такой гордостью достаешь и начинаешь красить губы конечно глаз никто оторвать не может сразу только вопросы это что таким образом тоже можно собирать классные заказы в опыта где-то в компании демонстративно подкрашиваться что-то подправлять макияж это очень круто вот такая у меня коллекция и всего несколько карандашей посмотрите на такое огромное количество помад у меня всего лишь есть красный карандаш это джордани он самый лучший это мак мак красный мак у меня есть такой коралловый вери ми еще серия я им редко пользуюсь но пользуюсь иногда и его хватает на то чтобы все оттенки таких вот оранжевых помад использовать я больше всего люблю теплые оттенки тоже из серии вери ми есть такой тепленький карандаш но самый крутой это теплая корица вот он выкручивающийся он и мягкий и он и круто губки подводят где-нибудь вам сейчас покажу вот здесь смотрите вау одно движение одно прикосновение все не надо там выкрашивать не знаю что делать то есть вот по поводу вот карандашей джордани у меня есть розовый и гордензия что ли как это называется такой нюдовый цвет они не мягкие то есть если вот красный он идеально ложится на губы просто он мягкий он комфортный то эти суховатые то есть их вот на руке то они не четок а на губах особенно вот этот нюдовый его не свезешь то есть он так плохо ложится мне это абсолютно не нравится и еще несколько оттенков у меня из Иван на работе практически вся палитра есть нейтральный розовый и наверное все ну в общем то мне надо всего 33 тонны на самом деле 4 нюдовый коралловый карамельный такой теплый корейцев и красный все 4 оттенка вы можете комбинировать с любыми помадами розовый назвала или нет розовый еще значит 5 нюдовый розовый карамельный красный и коралловый всего 5 карандашей нужно под целую огромную палитру помад и вы все сможете сделать всегда свои губы просто необыкновенными а губы это самый главный акцент самый главный поэтому нужно подготовить кожу накрасить губы только после того как тон выровнен потому что если вы просто нанесете шикарную помаду самую 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 да и джиордане на неподготовленную кожу то согласитесь будет непонятно что это классная дорогая помада поэтому всегда макияж начинаем с ухоженной красивой кожи кажется все если что то вдруг забыла расскажу в другом видео если есть вопросы пишите в комментариях если видео полезное ставьте лайк подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы самым первым получать оповещение о новых видеороликах с вами была Лея Адамскова и моя коллекция шикарных помад от Reflame до новых встреч пока-пока гоупро стоп видео гоупро стоп видео